Наркологи республиканского диспансера начали подготовку к Новому году. Для них праздничные дни всегда сопряжены с огромным объемом работы. Алкоголь нередко приводит его любителей на больничную койку. Что делать, чтобы не оказаться после Нового года в наркологии, расскажет Татьяна Иванова. Наркологи каждый день сталкиваются с тяжелыми алкогольными психозами. Зачастую к этому состоянию приводит длительное злоупотребление спиртного. Но нередко и однократный прием спиртных напитков приводит к необратимым последствиям. Потере памяти, изменению личности, другим хроническим заболеваниям. В праздничные дни бывает и так, что ни одна койка в наркологии не пустует. Поэтому врачи уже готовят запасы медикаментов и памперсов. Пьянка может довести и до полностью невменяемого состояния и даже до комы. К нам в отделение поступают люди, которые имеют достаточно тяжелое осложнение, которое связано с длительным потреблением алкоголя, с потреблением суррогатного алкоголя и развитие тяжелых осложнений на фоне его приема. И, к сожалению, для нас, наркологов, праздники – это горячие будни, это дежурство, сопровождающее оказание неотложной помощи, проведение реанимационных мероприятий. Традицию праздников с алкоголем врачи не приветствуют и рекомендуют полностью отказаться от дурманящих напитков, мотивируя это тем, что спиртное на самом деле очень сильный депрессант. К такому выводу приходят пациенты, злоупотреблявшие в прошлом. Многие из них стремятся перед праздниками снова пройти курс лечения в реабилитационном отделении, чтобы суметь психологически противостоять культу праздничного питья. Не обязательно Новый год. Все праздники можно встречать трезво. Только надо просто уметь это делать. Алкоголь, алкоголь он не нужен совершенно, абсолютно. Я делаю обычно так, себе наливаю просто воды. Некоторые там, допустим, в компании сидишь и себе наливаю воды просто заместо спиртного и просто употребляю воду. Начинать трезвую жизнь заново непросто. Поэтому люди находят психологическую поддержку в общении с единомышленниками. Они собираются на занятия в группах, проводят совместно досуг. 20 лет назад я попал на группу таких же, как и я, людей, которые когда-то выпивали, но потом отказались. И вот мы вместе занимаемся и получаем знания. Уже осознанно ведем, не просто отказались, а осознанно ведем трезвый образ жизни здоровый. Меня зовут Владислав, мне 70 лет. Большую часть из своей жизни я вел жизнь нетрезвую. Я не считал себя запойным, но мне это не мешало совершать такие поступки, от которых оставшиеся волосы на голове до сих пор стоят дыбом. Два с половиной года назад дочь привела Владислава к наркологам. Он прошел стационарное лечение и реабилитацию и теперь активно пропагандирует здоровый образ жизни, выезжая в районы республики, выступая перед школьниками и студентами. Трезвая жизнь – это прекрасно. Вот поверьте мне, я это понял, вот я это понял на всю свою оставшуюся жизнь. Татьяна Иванова, Семен Антонов, Вести Чебоксары.